Всем привет! Это новости на Азда ТВ. В Казахстане отменили два концерта Максима Галкина. Как сообщает новая газета Европа, 30 сентября руководство Центрального концертного зала Казахстан в Астане объявило, что на площадке будут проведены технические работы на сетях водопровода с 4 по 10 октября. 8 октября там должен был состояться концерт Галкина. 1 октября также закрылся дворец Республики Валматы, где было запланировано выступление артиста. Там якобы сломалась сцена. В августе Галкин жаловался, что в Казахстане на государственном уровне препятствуют его выступлениям в Алматы и Астане. Какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет. Я понимаю, наверное, чем-то я страшен так властям Казахстана, что прям так испугались проведения моих концертов. На данный момент фактически негласный запрет на проведение моих концертов, заявил Галкин. В сентябре 2022 года Минюст России внес Галкина в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство считает, что Галкин занимается политической деятельностью в пользу Украины. Пародист и телеведущий, который сейчас находится за границей, неоднократно выступал с резкой критикой российско-украинской войны. Генпрокуратура Швейцарии обвинила Гульнару Каримову в организации преступного сообщества. Дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова предъявлено обвинение в участии в преступной организации, получении взятки и подделке документов. В прокуратуре утверждают, что в 2001 году Каримова создала и возглавила преступную группировку под названием «Офис», которая начала работать в Швейцарии под видом обычных юрлиц. В созданной Каримовой организации была четкая иерархия, в которой состояли десятки людей и сотни компаний, через которые она отмывала деньги. Так, иностранные компании, которые хотели работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, должны были отправлять дочери президента взятки через подставные структуры. Против Каримовой также открыли уголовные дела в США, Великобритании, Швеции, Франции, Норвегии и Нидерландах. В ходе расследования преступлений Каримовой в Швейцарии власти страны конфисковали ее активы в размере 780 миллионов швейцарских франков. Среди конфискованных швейцарских активов Каримовой – недвижимость, счета и наличные в банковских сейфах. Сама Каримова с 2019 года находится в колонии в Ташкентской области. Родственников таджикистанских оппозиционеров задержали после акций протестов в Европе. Проживающие в Европе таджикские оппозиционеры заявили о задержании своих родственников в Таджикистане после акции протеста, проведенной ими в Берлине 29 сентября во время визита в Германию президента Имамали Рахмона. Оппозиционер Шрафидин Гадоев заявил радио ОЗОДИ, что силовики задержали его 72-летнюю мать Ойшамо Абдулоеву. «Когда ее уводили, они с гневом спрашивали ее, почему твой сын называет Рахмона диктатором, почему в Берлине забросал машину президента яйцами, неужели он не может спокойно жить?» – заявил он. Запрещенная в Таджикистане группа 24 утверждает, что силовики задержали отца и еще шестерых родственников члена группы Дилшода Шарифова, а также других оппозиционеров. Что ж, Рахман в очередной раз показывает свою мелочность, видимо, узурпатор осознал, как его ненавидит народ и не может с этим смириться. В Кыргызстане милиция не приняла заявление девочки, заявившей о домогательстве со стороны таксиста. В соцсетях распространилось видео, на котором милиция города Ош не приняла заявление 17-летней девочки, которая заявила о домогательствах со стороны таксиста. На видео девочка-подросток сидит и плачет у здания ГУВД Оша. Она жаловалась на игнорирование сотрудников милиции. «Он сказал мне, что даст 5-6 тысяч сомов и начал целовать мою шею. Я не стала говорить милиции, что таксист обозвал меня проституткой. У таксиста не было права так со мной обращаться», – рассказала пострадавшая. В ГУВД Оша заявили, что обращение девушки зарегистрировали в электронном журнале учета информации и якобы она раньше также жаловалась на домогательство. Жительница Джалал-Абатской области заявила, что таксист отобрал у нее телефон и пожаловалась на сексуальное домогательство. Милиция привела таксиста и свидетеля допросила их. В ходе следствия выяснилось, что девочке были нужны деньги, а ее телефон оказался в ее сумке, заявили в милиции. Там добавили, что по заявлению девочки ведется следствие, информация подростка и свидетелей тщательно проверяется. Это все новости на сегодня. Увидимся на просторах интернета. Продолжение следует...